МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Быть или не быть стадиону машиностроитель". Что изменилось в ситуации после слов Валуева? Снова двойка. Петросовет оценил работу мэра без мэра. Стойкие и ждевенческие настроения. Украинцы в Карелии не хотят работать. Здравствуйте. Новости на телеканале НИКО+. В студии Ольга Пименкова. Очередной неудмэру сегодня поставили депутаты городского совета. Приняли новую схему избирательных округов, поговорили о ветхом жилье и предложили увеличить финансирование муниципальному предприятию Петрогиц. Правда, пока не ясно, за чей счет. Подробнее о сессии Петросовета. Анна Березина. Доклад по первому вопросу повестки. Итогом работы администрации за прошлый год депутаты слушать не стали. И в отсутствие бывшего мэра, который сейчас оспаривает решение о своей отставке уже в Верховном суде, поставили ей второй неуд. Затем в унисон республиканским властям городские депутаты решили навести порядок с аварийным жильем, забрать его у частных компаний и дать денег на ремонт муниципальным коммунальщикам. Необходимо привезти администрации все это жилье, лишить нерадивые компании, которые этой зимой допустили разморозки, в общем-то, тех коммуникаций в этих домах, которые приняли на себя от Петрогица, лишить их лицензии, передать это все Петрогицу, привезти этот жилой фонд в порядок. И, наконец-то, пускай люди живут не в самом лучшем жилье, но они хотя бы будут в тепле, и у них будет работать вода и канализация. Между тем, сейчас положение дел у компании Петрогиц довольно плачевное. На исправление ситуации может потребоваться до 30 миллионов рублей. Откуда взять деньги, пока непонятно. Зато сегодня стала ясна новая схема избирательных одномандатных округов. Теперь в городе их 14, а депутатов 28 вместо 30. Выборы впервые будут проводиться по смешанной системе. Если раньше жители могли выбирать только людей вне привязки к партии, сейчас уже у нас половина округов будет выбираться, половина депутатского корпуса будет выбираться самовыдвиженцы, люди без партийной принадлежности, а другая половина по партийному признаку. Изменения сегодня коснулись и городского бюджета. За счет республиканской казны его доходная часть увеличилась на 70 миллионов. Деньги в том числе пойдут на поддержку малоимущих семей, молоко для школьников младших классов и компенсацию тем, кто не получил место в детском саду. Анна Березина, Евгений Евдокимов, телеканал НИКО+. Вопросы транснациональной преступности обсуждали сегодня в Петрозаводске. Столица Карелии принимает представителей правоохранительных органов стран Балтии. Всего в работе оперативного комитета принимают участие представители 11 государств. Противодействие терроризму, экстремизму, наркоторговле и нелегальной миграции. Вот основные темы повестки. Но само обсуждение было закрытым. Прессу после протокольной съемки попросили удалиться. К организованной преступности члены группы представителей стран Балтии относят и нелегальную миграцию, и наркопотребление, и незаконную торговлю нефтепродуктами. В Карелии по сравнению с другими территориями в этом плане все спокойно, рассказал министр внутренних дел республики на правах принимающей стороны. В прошедшем году на территории республики совершено 8 преступлений в отношении граждан государства регион Балтийского моря. Из них 7 в отношении граждан Финляндии и 1 в отношении гражданина Германии. Основная часть преступлений носит имущественный характер. Преступления, совершенные граждан государства регион Балтийского моря, не зарегистрированы. Как именно страны-участницы заседания собираются взаимодействовать в борьбе с преступностью, мы не узнали прессу. После приветствия попросили удалиться. Почему загранпаспорта перестали пользоваться популярностью? Сколько украинцев находится в республике на иждивении? А также остается ли Карелия привлекательной для мигрантов? Об этом журналистам рассказала руководитель Карельского управления миграционной службы Татьяна Жураховская. Это и изменение валютного курса, это и произошедшее в конце года. Такие неприятные ситуации на популярных курортах. Для мигрантов республика по-прежнему привлекательна. Большая часть иностранцев, находящихся в республике, это граждане Украины, Республики Беларусь и Финляндия. Причем украинцы, попросившие в Карелии временного убежища, теперь не будут на особом положении. В течение 60 дней им нужно получить разрешение на временное пребывание или патент на работу. Между тем, с лета 2014 года в пункте временного пребывания на Жуковского находятся 44 украинца, попросившие временного убежища, но до сих пор находящиеся на иждивении. Татьяна Жураховская заявила, силовые методы мы не можем себе позволить, но с ними работают. И еще одна новость. Уже скоро оформить прописку можно будет в многофункциональном центре. Буквально недавно совершенно были внесены изменения в правила, утвержденные постановлением правительства, правила регистрационного учета. Мы будем заключать дополнительное соглашение с многофункциональным центром и, конечно, эта услуга станет более комфортной. Думаю, что постараемся, наверное, в первом квартале это сделать. Сейчас на регистрационный учет ставят в миграционной и в паспортной службах, причем в последней за деньги. Отметим, что по закону прописка оформляется бесплатно. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал НИКО+. Следственный комитет Карелии проводит проверку по факту гибели мужчины в Петрозаводском госпитале для ветеранов службы МВД. Как сообщили следователи, трагедия произошла на прошлой неделе. Как сообщили в Следственном комитете Карелии, мужчина, ранее работавший в МВД, проходил в госпитале лечение. По невыясненным пока причинам в лечебной палате произошло возгорание бинтовой повязки пациента. В результате пенсионер получил ожоги. По одной из версий он мог курить в палате. На следующий день мужчина скончался. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, а также будет проверена вся медицинская документация и дана оценка действиям врачей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Стадион «Машиностроитель» вновь доступен для горожан, но лишь в определенное время. Директор спортивного объекта рассказал о причинах, введенных ограничений, а также о дальнейшей судьбе стадиона. Пообщался с ним Александр Лычагин. Месяц назад ворота стадиона «Машиностроитель» закрылись. Спортивный объект оказался недоступен для любителей физкультуры. По городу поползли слухи, что собственник стадиона давно лелеет мечту построить на этом месте жилой комплекс. Жители Октябрьского проспекта забили тревогу. Какая это сам застройка? А где бегать? Чем дышать? Нет чем дышать. Многие, многие, конечно, кто, какая застройка, какой дом? Здесь все взрывоопасны, даже в окружности, даже все против. Даже очень-очень расстроены и молодежь, и все-все-все. Возмущение горожан так и не вышло бы за пределы стадиона, если бы об этой истории не узнал депутат Государственной Думы Николай Валуев, посетивший Карельскую столицу в день открытия чемпионата России по самбо. Любой стадион, спортивный объект, его перепрофилирование федеральным законом запрещено. То есть он может лишь только модернизироваться, перестраиваться, то есть быть объектом спорта. Сегодня на стадионе построить дома, но это уже нарушение федерального закона. Как рассказал руководитель спортклуба машиностроитель, опасения горожан и депутатов напрасны. Стадион был закрыт совсем по другой причине. Стадион эксплуатировался не по назначению, то есть здесь происходили постоянные распития спиртных напитков, выгол собак и также все, что к спорту здесь ни при каким образом нельзя было отнести. С общественностью мы встретились, договорились о режиме работы с понедельника по субботу включительно, режим работы с 10 до 12 и с 16 до 18. Воскресенье, выходной. Директор стадиона не стал давать гарантий, что на этой земле никогда и ничего не построят. Однако напомнил, что участок по-прежнему находится в природно-рекреационной зоне и зоне спортивных сооружений. Будет ли он переведен под застройку, этот вопрос предстоит решить депутатам Петрозаводского городского совета. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал НИКО+. Владимир Жириновский предлагает вновь создать министерство ЖКХ. Сейчас эта сфера находится в ведении Минстроя, но, как считает Владимир Жириновский, специально созданная структура могла бы эффективнее решать существующие проблемы. Главной задачей управляющих компаний стало извлечение прибыли, а не улучшение качества обслуживания жильцов, считает Владимир Жириновский. Рост коммунальных платежей зашкаливает платы. За капитальный ремонт облагают даже тех, кто живет в новых домах. Ветшают коммуникации, водопроводы и газопроводы. В результате коммунальных аварий гибнут люди. Надо подумать о восстановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства, которое через свои территориальные органы, вплоть до Дома управления или дирекций по эксплуатации зданий, должно контролировать все. И строительство жилья, ремонт, благоустройство территории. Я помню, 50 лет назад нормально работали дворники. Всегда было чисто. Мы просыпались в 7 утра или в 6 утра, в 8, дворник начинал мести дорожки. Также неэффективна работа Минстроя в вопросе развития российских городов, считает лидер ЛДПР. Сегодня основные бюджетные вложения идут на развитие мегаполисов, а должно быть наоборот. Нам нужно развивать малые города и помочь население, чтобы люди остались. А это все в крупные мегаполисы. Москва, Петербург, Ростов, Новосибирск. Неправильная градостроительная политика. Нету стратегических целей. Не понимают временщики. Не понимают, как должно развиваться. Пока создание нового министерства ЖКХ – только предложение. Но, как заявил Владимир Жириновский, уже в ближайшее время его партия выступит соответствующей инициативой. В Петрозаводске прошел народный лыжный праздник. 47-й по счету он собрал на кургане начинающих спортсменов, профессионалов и ветеранов лыжного спорта. То, что такая спортивная традиция – залог хорошей физической формы и отличного настроения, Анатолий Афанасьевич доказывает почти каждый год. И хорошо помнит самые первые лыжные праздники. Тогда эти праздники были действительно как праздник. Был парад на площади Кирова. Там тысячи народу собиралось. Мне нравится здесь атмосфера. Нравится, во-первых. Во-вторых, товарищей своих встречаю. Хоть нынешние лыжные праздники немногим отличаются от простых соревнований, по мнению олимпийской чемпионки Евгении Медведевой, именно они дают толчок будущим чемпионам. Папа участвовал по взрослым в народном празднике, и я участвовала среди детей. Вместе семейная традиция такая. Когда пробегаешь соревнования, занимаешь определенное место, и ты понимаешь, что ты можешь поставить на следующее соревнование планочку повыше, и глаза начинают гореть, и ты понимаешь, что ты занимаешься не зря. Именно поэтому лыжники из глубинки продолжают ставить личные рекорды. В этом году на 47-ю по счету гонку смогли приехать спортсмены со всех районов Карелии. Анна Березина, Евгений Евдокимов, телеканал НИКО+. Это все новости на сегодня. В студии работала Ольга Пименкова. Всего вам доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова